Здравствуйте! В эфире программа «Смоленская площадь». В регионе стартовала навигация. Вода – это зона повышенной опасности. И о том, каких правил следует придерживаться судоводителям, нам расскажет начальник Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области Игорь Самойленко. Игорь Владимирович, здравствуйте! Добрый день! Рады вновь видеть вас. И давайте сразу начнем с главного. Когда в Смоленской области открылась навигация? В соответствии с постановлением правительства Смоленской области, период использования маломерных судов на водных объектах определен постановлением номер 273 от 19.04.24 года с 22 апреля по 3 ноября 2024 года. Ну, давайте сразу конкретную ситуацию представим. Человек, рыбак, собирается выйти порыбачить на лодке. Что он должен сделать? Что у него должно быть при себе? Какие права у него должны быть? Чего, наоборот, не должно быть в лодке? Чего он не должен делать? Вот конкретную ситуацию, как в этой ситуации поступать, чтобы прошло все без происшествия и не пришлось потом платить штраф? Ну, прежде всего, я хотел бы напомнить несколько юридических аспектов использования маломерных судов. Как многие судоводители знают, у нас существует два типа маломерных судов, которые используются судоводителями. Это лодки, которые подлежат государственной регистрации в реестре маломерных судов и не подлежащие. Подлежат государственной регистрации лодки свыше 200 кг и мощностью мотора свыше 8 кВт. И вот для этих судоводителей первое, что нужно сделать, это проверить документы на маломерное судно. То есть, прежде чем выходить на водоем, судоводитель должен убедиться в том, что удостоверение у него действующее непросроченным сроком и имеется судовой билет. Обязательно в судовом билете должна быть отметка о прохождении технического свидетельствования. Я напомню о том, что срок технического свидетельствования это 5 лет. Любые вопросы по регистрации маломерных судов, по техническому свидетельствованию можно получить в нашем ГИМСе по адресу Шевченко 95, город Смоленск. Также у нас есть инспекторские участки по городу Рослов и по городу Гагарин, где судоводитель может в телефонном режиме либо лично получить ту или иную информацию. Итак, прежде чем выходить на водоем, нужно проверить документы, которые есть у судоводителя. Они должны быть обязательно в наличии. Это первый момент. Второй момент. Если лодка, как мы определились, подлежит государственной регистрации, соответственно, в соответствии с техническим регламентом того же Нового Союза, лодка должна быть укомплектована теми спасательными средствами, которые определены данным регламентом. В данном регламенте определены районы плавания, соответственно, судоводитель проверяет наличие и исправность этих средств. Особенно я хотел бы обратить внимание на исправность спасательных жилетов, потому что в соответствии с кодексом административных правонарушений одно из неисправностей – это неисправность, при которых запрещена эксплуатация судна. И, соответственно, это будет считаться административным правонарушением. Если лодка не подлежит регистрации, судоводитель все равно должен проверить состояние маломерного судна, проверить спасательные средства, он должен понимать, что он выходит на водоем. А вода – это источник повышенной опасности. И мы регулярно напоминаем о неукоснительном соблюдении и выполнении правил поведения на воде. Основным руководящим документом, который регламентирует правила пользования маломерными судами на территории Российской Федерации, является приказ министра МЧС номер 487 от 06.07.2020 года. И первым пунктом данных правил гласит о том, что все маломерные суда обязаны и должны соблюдать правила поведения, правила плавания на водных объектах. Только неукоснительное соблюдение и выполнение всех правил позволит избежать происшествий и гибели на воде. Но если вот говорить как раз о правилах и запретах, чего точно не должен делать человек, который выходит на водоем на том или ином судне? Ну, прежде всего я хочу напомнить нашим смоленским судоводителям о том, что на территории Смоленской области у нас имеется национальный парк «Смоленская Пазерия». Очень много там прекрасных водоемов. Ввиду того, что данная территория является национальным парком, департаментом Смоленского Пазерия введены определенные ограничения по использованию маломерных судов. На одних водоемах разрешается использовать лодки весельные, на других водоемах разрешается использовать электромоторы, на других водоемах категорически запрещается вообще использовать маломерные суда. Поэтому прежде чем выезжать на отдых с лодкой в Смоленское Пазерия, нужно уточнить в департаменте Смоленского Пазерия правила и порядок использования маломерных судов в этом национальном парке. Второй момент. Сейчас у нас на территории Смоленской области проходит нерестовый запрет. Соответственно, Министерством рыбоохраны также установлены ряд ограничений, где можно использовать маломерное судно, где нельзя. У них также на официальном санте есть данная информация, где запрещено использование маломерных судов. Самое важное, самое главное, что нельзя и категорически запрещается делать на водоемах судоводителям, это прежде всего употреблять спиртные напитки. Это первый момент. 90% всех происшествий на водных объектах, в том числе и с использованием маломерными судами, происходит из-за употребления судоводителями, а также теми, кто находится на маломерном судне спиртных напитков. Это первый момент. Второй момент. Как я уже сказал, существует правила пользования, которые четко определяют, сколько человек должно находиться в лодке, в какие спасательные средства должны иметься в лодке и как ими пользоваться. Следующий момент. Очень часто при патрулировании водных объектов в Смоленской области мы сталкиваемся с тем, что люди не осознают опасность нахождения на водоемах. То есть, например, семья приезжает на водоем, берет с собой маленькую резиновую лодку, отец, мать, двое детей, и на этой маленькой резиновой лодке пытается, например, переплыть в Десногорское водохранилище, не осознавая того, что они пересекают судовой ход, о том, что там происходит движение других маломерных судов, что может привести к печальным последствиям. Также в правилах плавания по внутренним водным путям есть определенные ограничения по зоне видимости. Это имеется в виду в ночное время. Тоже иногда происходят ситуации, когда судоводитель выходит на водоем, в том числе с семьей и без судовых огней. Это тоже категорически делать нельзя. В любом случае, как мы всегда говорим, правила существуют для того, чтобы их выполнять и соблюдать. Инспекторский состав Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области свою работу строит именно на профилактику, на предупреждение. Выходя на рыбалку, нужно обязательно убедиться в том, что швартовые и якорные принадлежности находятся в исправном состоянии. И место для рыбалки тоже самое выбирать для безопасного движения остальных участников движения на воде. А если говорить о такой ситуации, когда на судах, в лодках, помимо взрослых, еще берут и детей, ну просто покататься? Да, есть у нас такая тенденция, как и на всех водоемах Российской Федерации, очень много судоводителей берут с собой семьи, детей для того, чтобы провести время у воды и в том числе просто с ветерком прокатить детей. Поэтому я хотел бы акцентировать внимание, что наличие детей на лодке, это уже само по себе очень ответственная ситуация. Поэтому, во-первых, правилами определены ограничения по нахождению детей, это первое. Во-вторых, все они должны быть обязательно в спасательных жилетах. Судоводитель должен контролировать их нахождение, их поведение. Ни в коем случае никаких перемещений на лодке не должно быть. И все это должно способствовать безопасному, прекрасному, хорошему отдыху на воде. И, как мы всегда говорим, у воды без беды. Но будем надеяться, что в Смолене станут внимательнее и судоводители будут нарушать все меньше и меньше. Спасибо вам большое, что пришли к нам сегодня. Будем надеяться, что вас услышали. Спасибо. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok